всем привет с вами купидитас опять-таки добрались до камеры и будем так сказать насаждать своим видео в ютюбе сегодняшнее видео хотелось бы посетить тому как мы входим в магазин если это будет интересно и пойдем сегодня мы в магазин не иначе как на яхте если будет времечко я вот прихватил рацию потому что по просьбам трудящихся просите вы немножко радио переговоров радиообмена привнести в наш канал и если будет ремечко заглянем в тиват это одно из немногих мест где готовы общаться по радио немножечко попробую с ними пообщаться ну что же давайте приступать к нашему микро путешествие до магазина и обратно пойдем мы сегодня на яхте буба мара с виталием они захотели в магазин пойти в зеленику а я так сказать а я так сказать просто за компанию присоседился немножечко помочь подсказать подхватить если что ну в общем такое микро путешествие посмотрим что оно нам принесет заводим двигатель даже не слышно потому что здесь вдоль дороге такой шум что даже двигателя не слышно представляете как классно работает тихонько так давайте посмотрим что у нас с мурингом у нас один муринг стоит по-особенному до пришлось заводить на швартов потому что он как-то так коротковат и сейчас наша задача подойти к нему поближе да пока мы здесь стоим и соответственно него скинуть и снять наш отвязать швартов сейчас мы это будем делать так сейчас виталий будет экспериментировать что что получится у него вот уже как раз боковой ветер удачно подул так перезаводим этот швартов на подлиннее что называется давайте посмотрим вот рядышком стоит петербургская лодка dream island преисполнена вся кранцами то есть все достаточно безопасно даже если касание будет она будет мягким приятным и без последствий все правильно видите это вот южный ветер последствия южного ветра то есть у нас немножко кусочек пустыни на лодке у наша лодка вообще совсем тоже замызгана мы всю зиму не мыли но уже сейчас по весне будем этим заниматься и смотрим что у нас тут получается и вот когда подтягиваем у ринг видите лодка сразу же начинает отходить вот соседа в принципе все отлично но мне кажется мы не дотянемся но чтобы не играть в тени толка сейчас мы отдаем швартов по правому борту потому что он нам собственно не нужен у нас ветер в левый борт даже если что-то чего-то швартов правого борта нам абсолютно не нужен вот лодка сама начинает сразу подтягиваться в нужном направлении ближе к мурингу а вот мы вытянулись уже полностью на швартовом я просто думаю что он не хватит того что длины швартов чтобы комфортно отвязаться так сейчас наша задача завязать бром шкотовый узел соответственно вяжется он вот таким вот образом заправь вот это у нас будет бромш это будет шкотовый узел мы временно наращиваем конец поэтому сильно воротить мы здесь не будем бромш кота вы это два раза сюда внутрь продеть эту петельку да ну нам это сейчас не нужно да поэтому просто наша задача сейчас подтянуться к мурингу поэтому мы вытравливаем по максимуму и потом наша задача будет забрать просто наш швартов да много не вяжи ну вот мы потравили немножко швартов сейчас добавим на один щелчок двигателя посмотрим как лодка вытянется спокойненько пройдем стабилизируем ситуацию и уже развяжем наш прекрасный муринг отдаем сейчас муринг здесь мы уже держим швартов на руках для того чтобы если что экстренно можно было его отдать все эти при прийти придерживаю все так не мешая не мешают все больше вправо штурвал все-все-все инерции хватит можно выбирать от швартов сейчас тебя потащит из руки так 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 направо-направо-направо-направо вот так вот мы потихоньку выходим близко к приморке швартов при этом ведь им возможно есть возможность отпустить пока мы движемся вперед то есть если останавливаемся уже швартов быть не должно в воде пока мы движемся вперед на винтного намотать его невозможно как только мы останавливаемся уже с веревками двигатель запускать не стоит потому что всегда можно намотать видите как стоит очень железобетонно все выбирай конец такой вот интересный поход в магазин выходим из марины сегодня кстати пришел первый лайнер нельзя сказать что в этом году потому что были новогодние рейсы венецианские но вот в этом сезоне пришел первый лайнер аида аура первый раз вижу такую штуку в которе но есть проходя мимо перста не забудьте посмотреть на такое чудо как хранят яхты местные люди повесили на стенку и она аккуратненько висит мы явно не одни кто ходит в магазин под парусом только мы сейчас на моторе потому что в морду ну обратно наверно опять будет в морду но мы надеемся что под парусом пойдем расхождение с паромами это обязательная часть похода в магазин без этого вообще никак не обойтись торжественный момент доставания тузика оба ну да я думаю вот так это делают профессионалы тузиковских дел тузик прям как у как у нас брендовый следующий этап шикарный тузик когда он еще в более или менее нормальном состоянии выглядит красиво надежно не то что наш уже но зато у нашего больше шансов что мы его встретим у пирса когда будем возвращаться если в него садишься и это не ты то он сразу сдувается новой технологии на на красавчик порта нови строится уже практически ведь завершающая стадия красоту наводят подошли мы к магазину техно макс тут рядушка маков идея все дела сейчас выбираю место куда положить якорь и соответственно положим якорь спустим тузик и поедем в магазин о как будем укладывать якорь я не помню когда последний раз стоял у культа но тем не менее иногда надо освежить и это в память сижу жду команду нет не пошел не включен я включал ну видимо автоматика у тебя выключила уже его а но Вот, ставь ногу скорей, ставь, 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 чувствуешь вибрацию? Вибрацию, да. Нет? Нет? Чуть отпусти. Якорь забрал! Вот мы встали на якорь. Сейчас спокойненько обтянуть. Долго он забрать не мог, видимо, все-таки каменистое дно. Сейчас выстоим, посмотрим, как поведение лодки. Пока спустим тузик, заведем двигатель, да, убедимся, что все в порядке и поедем вот в магазинчик техномаг, скорее всего, на пирс. Высадимся и прогуляемся по зеленике. Это вот, пожалуйста, зеленика. Поселочек. Вот яхта. Вот пирс. Вот тузик. Вот виталик. Вот магазин. Видите, как все просто? Старый мост в зеленике. Вот еще такие надписи. Здесь школа. Вот такая вот старинная вещь присутствует здесь. Ну, а сама зеленика вот вдоль дороги, немножко вглубь пару домов. Вот ручной тузик. Сейчас мы его приподнимем немножечко, не прилагая особых усилий. Тузик уложим. Теперь его место штатное на сезон. И мы сейчас будем выбирать якорь. Потихонечку пойдем. Уже посмотрим, может быть, в порт зайдем, как обещали. Поговорим по рации. А может быть и нет. Будем посмотреть. Панер! Панер! Значит, якорь вышел из грунта. Могут двигаться? Нет, ну двигаться-то не обязательно. Лучше как раз не двигаться. Но ты должен иметь в виду, что якорь нас не держит. Поехали мыть якорь весь заилен. Ну вот наш якорь. Он маленько заилен, поэтому мы решили его ополоснуть. Таким вот образом сейчас ополоснем. Хорош! Идем мы из магазина. А ребята вот на лайнере, которые с утра мы покидали в Которе, видимо, тоже решили последовать нашему примеру и прогуляться до магазинчика по-быстрому. Сейчас придут в Зеленику, высыплют якорь и тоже пойдут по магазинам кто куда чего. И белый пароход. Все как в рекламе. С красивого буклета про Черногорию. Дойчланд? Ничего себе! Из самой Германии пришли люди. Порто-Монтенегра, Порто-Монтенегра, Порто-Монтенегра. Это сейлинг бут Бубамара. 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 Порто-Монтенегра, мы хотим спросить вас о гостях, может, один час. Порто-Монтенегра, Порто-Монтенегра, мы хотим спросить вас о гостях. Угетти 2-роли, направлено на участке отеля Евгении. Порто-Монтенегра, Бубамара, окей, ГТ-1. Мы можем расти? По Марина-Порто-Монтенегра, мы можем просидеть тут. Мы тоже будут вишками по посерочной университь. По-порто-Монтенегра, Бубамара, спасибо, мы не требуем гостях. Зашли мы в Порто-Монтенегро, решили, чтобы Виталик потренировался в швартовке, запросили гостевой пирс. Ну, сами понимаете, если уже это и учиться швартоваться, то среди надо выбрать яхты подороже. Ну, для того, чтобы сразу, так сказать, понимать, что швартоваться надо с первого раза красиво, четко и почти без обмана. Ну, вечереет как раз. Среди любайских полок мы уже научились швартоваться, а теперь надо среди дорогих яхт. А еще у нас игрок только по переснимает. К вид сноса мы сейчас заходим. Вот, Виталик. Сейчас мы когда остановимся, тебе скажут закидывать. Капитан, все команды дает капитан. Никакой самодеятельности. Это не связано... Это не очень близко. Связано с тем, что он... Не потому, что ты там не умеешь или не знаешь, потому что он на что-то рассчитывает, и все как бы от него зависит. Ну, что, можем на этот накладывать? Давай, накладывай. Ну, притормози чуть. Сейчас, сейчас, стой. Давай, давай, давай. Пробуй. А ты говоришь, не умеет. Врешь, поди. Ну, держи аккуратненько. Не потяни, не тяни. Сейчас у него просто зад будет отходить. Теперь смотри. Твоя задача, переноси вперед, потому что ты, если что, не удержишь его. Тебе нужно как бы готовиться, его заводить на утку. Теперь смотри. Все правильно. Возьми снизу. Сейчас ты добросишь. Вот так, смотри, берешь. Давай чуть назад. Назад, назад, назад. И вот сейчас он будет этот самый. А ты выбирай, выбирай, выбирай. Потому что сейчас будет этот самый рывок в какой-то момент. Вот так. Все, не надо больше выбирать. Не работает? Ничего не работает. Отпускай, отпускай. Отпускай. Давай еще один подход. Давай сейчас на берег сойду. Отпускай. Отпускай. Нет, нет. Отпускай. Не отпускай. Не-не. Отпускай. Субтитры делал DimaTorzok Ну да, чуть-чуть, не сильно Так, чтобы сойти можно было Ну, нормально, мне кажется Ну, вот так вот пришвартовались в порте в Монтенегре Сейчас сделаем ради, так сказать, отвлечения внимания прогулку И дальше пойдем На берег сойти Ну так вот, яхтсмены ходят в магазин, когда им нечего делать Соседний город на яхте Вы, пожалуйста, Виталия, не судите строго за его швартовки или отходы Потому что фактически это был его первый раз в жизни Когда он практически без посторонней помощи выполнял отходы и подходы Да, конечно, я вмешивался в тех или иных случаев, не судите его строго Да, то есть, главное, что не было какой-то криминальной ситуации сложной Поэтому, в принципе, молодец Что сказать Еще буквально, я думаю, неделька-другая Походов туда-сюда И будет швартоваться с первого, так сказать, подхода И филигранно Ну что же, подписывайтесь на канал Не забывайте добавляться в группу в фейсбуке и вконтакте И будем путешествовать вместе